Вербы возле источника в Варваровке. После того, как их посадили в это вербное воскресенье, они начали было подсыхать. Так появилась табличка с просьбой поливать. И деревца в буквальном смысле отпоили, несмотря на жаркое лето. Очередь за ключевой водой, пусть и небольшая, здесь нормальное явление. Наталья Маслова возглавляет территориальное местное самоуправление. Говорит, что в свое время было решено, если жители приводят в порядок источник, администрация прокладывает асфальт. Договор пусть и устные стороны исполнили в полном объеме. Здесь будет спортивная площадка для уличного баскетбола и футбола. ТОС выиграл 300 тысяч рублей на краевом конкурсе. Этих денег хватило только на ограждение высотой 3-4 метра. Администрация и депутат укрепляют стены и делают отводы для воды, что важно при таком рельефе. А газовики пообещали забетонировать основание и уложить специальное покрытие. Аналогичным образом решаются практически все основные вопросы. Для этого мы проводим сходы граждан. Это очень хорошая штука. Мы собираемся, жители собираемся, активисты собираемся. Приглашаем администрацию, приглашаем Южный поток, приглашаем депутатов. Они рассказывают о том, что они могут сделать. Мы говорим, что нам надо. И вот тогда уже разрабатываем, так сказать, стратегию, что на сегодняшний день реально выполнить. Что откладывается в долгий ящик, будем говорить так, что не решается сразу. Такое тоже есть. Реконструкция дороги – одна из тем, которую местные жители поднимают постоянно. Летом движение по трассе на Суко и Утриш очень оживленное. Нужны пешеходные переходы, тротуары. Здесь устанавливают бордюры, затем будут асфальтировать тротуар, только после этого уложат новый асфальт. Последовательность работ как раз и учитывает интересы жителей Варваровки. В планах – изыскать средства на оборудование нескольких остановок общественного транспорта. Люди просят, конечно, и очень хотелось бы. Даже, знаете, вот где автобус останавливается, люди стоят, вот дорога и обучена практически на обучении. Хотя бы вот два метра сдвинуть, хотя бы какая-то как-то начальность была. Вопрос обязательно обсудят уже завтра днем. В селе помнят поговорку про воду и лежачий камень. А живой пример, что на доброе дело деньги всегда найдутся – это храм. Теперь в маленькой церкви откроют трапезную, воскресную школу и православную библиотеку.